Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. В осенью 2020 года я переехал из города в деревню со своей женой и семимесячным сыном. В предыдущем ролике я рассказывал о проблемах при переезде, какие были в доме. Сегодня хочу посвятить ролик этому саду. Этот сад не трогали предыдущие хозяева, он запущенный, зарослый. Хочу сегодня открыть засохшие ветки, обрезать молодые поросли. Там на месте уже разберусь, что имеем. Хочу показать вам сад. Вот так выглядит в данный момент сад. Дебри. Можно снимать фильм ужасов вечером. Вот это тоже соседская территория. Смотрите, какие заросли. Тут уже попилено. Честно говоря, я не видел этого. Особо сильно не рассматривал. Сжечь это надо. Вот эти поросли уже мои. Это сливы. Если приглядеться, то видно сквозь заросли. Сгнивший поваленный забор. Это мой. Тут вот слива дикая. Мы переехали осенью. Так что, когда мы переехали в конце концепции. В середине октября примерно. Сливы уже не было. Яблок чуть-чуть было. В основном тут сливы, да и яблоки. Работы. Куча. Вот эти вот ветки. Я не знаю, что такое. Вроде бы тоже сливы. Хотя плавы висят. Вроде бы сливы, не знаю. Не разбираюсь. А тут вот подпиливаюсь, конечно, много что есть. Веточка больная. Пойду с той стороны, чтобы вы понимали, где я нахожусь. Это конец моего участка. Вот угол. Видно то, что ветка свалилась. Это я оттащу, сожгу. Потом тоже дикие поросли. Вот этот вот участок не мой. Но прохода у меня другого нет. Ну, все сразу не получится сделать. Буду делать по чуть-чуть. Дай бог силы, хватит. Ну, вот тут вот такой пробел в саду. Тут я не знаю, что растет. Но поможем. Ничего. Вот этот вот забор демонтировать. Вот это вот то, что вспаханный, это огород. Надеюсь, что хватит мне его. Сток сена справа, это соседи. Вот до него примерно территория моя. Так, тут что-то я уже подпиливал, тут поскорбировал, но не успел сжечь. Траву я тут тоже накосил. Значит, он с яблони, наверное. Послушал умных дядек и тетек. Говорят, что зима, даже взять сегодня декабрь, декабрьский месяц, самое неплохое время для обрезки фруктовых деревьев. То, что дерево отдыхает, сокодовижения нет. Единственный минус такой существенный, то, что когда я буду пилить, то из-за того, что мороз на улице, может ветка не отпилиться, а отломаться. Я думаю, ничего страшного не будет. Вот это вот яблоня. У яблони проблемы. Сразу видно. С этого ракурса покажу. Сразу видно, что ветка не выдержала нагрузки. Обломилась с нее. Я, наверное, и начну. Тут видно, что предыдущие хозяева все-таки пытались укаживать за деревом. Отпиливали ветки. Но вообще как-то растет неправильно это дерево. Смотрим дальше. Я думаю, что надо начать с самых огромных. Извините за повороты камер. С самых больших деревьев. Думаю, надо начинать в углу. То, что отпилив ветки, у самых больших будет больше обзора. И здесь в основном слива дикая. Смотрю. До сих пор плоды какие-то остались. Ух, как камень. Приступим. Вот я отпилил эту ветку. Вроде бы ничего не откололось, не расщепилось. Все нормально. Не знаю, правильно я делаю или нет. Но делаю так, как считаю нужным. А уже правильно это или нет покажет лето. Сколько плодов будет. Думаю, эта ветка. Хоть на ней и висят яблочки, но она все дерево может загубить. Хочу еще вот эту вот веточку. Вот эту вот отпилить. И уже оттащу эту ветку туда в кучу. Поехали. Очень ловит. Что ты здесь? Как я сейчас. О, что ты здесь. Все. Продолжение следует... 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 Как-то неплохая веточка. Может кто-то подумал, что не гуманно я по отношению к дереву. Что-то делаю. Возможно вы и правы. Вот эта ветка мне тоже будет мешать, так как она находится слишком низко. Мне не удобно. Наверное я ее тоже отпилю с другой стороны. Нет, я ее отпилю 100%. Посмотрим, что еще можно. Вот это дерево отчет лежит. По-хорошему у него все будет. Старое, корявое. А с другой стороны плоды приносят. Вот что-то. Что-то в этом. Что-то в этом. Какие-то наточки. Блин. Времяночку, наверное. обрезка трусовых деревьев. Шокингируем все. Может быть пока взять секаторы. Коросли убрать. Хотя с другой стороны. Пойдем по запланированному. Та яблоню. Так вот это вот. Поросль следующая на очереди. Та яблоня, которую мы обрезали. я обрезал а вот это вот очень страшное дерево очень страшно не знаю с какой стороны подойти но наверное с той стороны буду подходить мусор тут валясь стыдно за свой участок показывают стыдно такой запущенный я друзья мои блин пробраться до него не могу короче пошел я за секатором тогда буду освобождать свой сад от зарослей квадратами скоро вернусь ходил я за секатором принес секатор возьму этот квадрат поросль вся которая есть неважно что это растет убираю освобождаю участок тут возможно будет продолжение огорода я не уверен но возможно у нас сад будет маленький потому что поставлять в принципе и нечего конкретно на этом участке ничего не растет никаких деревьев приступаем к сожалению в процессе работы я говорить не буду поэтому будет ускоренная съемка ну немножко освободилась уже вид другой не стал трогать вот это вот растение не знаю почему но стал обрезать сердце кровью обливается думаю блин фиг его знает что это такое растет может думаю вишня хотя есть подозрение то что это опять сливы сливы и навалом чтобы вы знали куда ее столько многое так следующий объект вот это вот дерево яблоня так понимаю но в принципе снизу немного обкромсать ее посмотрим на в принципе мне не так сильно смешает яблони дерево конечно все больно и вот эту вот веточку наверное может кто разбирается посоветует пилить ее не пилить что с ней делать пока не буду трогать советов дождусь далее далее у меня обрежу вот это вот обрежу это вырежу удалю вот идет какие-то сорняки непонятно вот эти веточки одиночно торчащие так медленно вот это вот растение тоже ликвидирую хотя нет это пока оставлю посмотрю весной в общем есть у меня две задумки по поводу этого сада вот это вот место вот этого места до забора вот до яблони сделать тут первая мысль это сделать тут небольшой пруд где уточки смогут ну для уток и для гусей для уточки с гусями у нас могут водичку пить плескаться они любят это здесь уровень грунтовых вот высокий два метра копать уже вода будет как говорят тут вообще место такое говорят то что затапливают вот тут вот забором весной вот эту территорию уже не моя соседа вторая мысль по поводу того то что эта территория не моя мне нужен доступ техники огороду вот огород доступ к технике вручную вскапывать не собираюсь так как скопать трактором стоит всего 500 рублей за такие деньги спину себе надрывать это вот маленький участок скопал он если бы даже бы полностью там за соток 25 разом пахать также будет стоить 500 рублей поэтому если я все-таки оставлю тут огород сосед может посадить что-нибудь огородить мы с ним уже разговаривали на эту тему мой участок там засадам очень дальше продвигается поэтому поэтому нужен подъезд техники какие мысли либо как у соседей у тех по середине огорода сделать ну такую техническую тропинку дорогу для трактора тут также какой-нибудь участок либо с этой стороны либо с этой стороны выбрать где поменьше деревьев и пока блин даже в уме не приложить честно говоря где-то дорогу сделать проблема с той стороны за и заезжать у меня ворота в принципе есть можно в принципе подумаем кстати он там на заднем плане это вся трава которая с участка с моего вся скошенная гора такая не знаю что с ней делать пока оставил пусть перепреет немножко зиму летом я не знаю буду ее трогать не буду но скорее всего будут может быть яму рядом выкупаю закопаем пока сейчас садом ролик затянул очень сильно затянул хотел я яблони обрезать и обрезал все планы меняются на лету идем смотрим то что изначально я хотел освободить вернулся к тому откуда начал вот эти вот ветки тоже сухие ломают так мне нужна уже пила всякая вещь которая легко потерять на эту кучу земли так так глупо вот так Смотрите продолжение в следующей части. 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 Пухля старая. Жалко бензопилы нету. Но начну я с этого, так как он мне не дает подойти. И буду пилить я буду пилить. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части.